Здравствуйте, Любовь Фёдоровна. А было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Да, чувствовалось. Начались бомбёжки. Прятались, прятаться ещё не умели. Под дом куда-нибудь прятались. Ощущения имели. Комсомольцы у нас посылали окопы копать. Это потом, в будущем. А сначала бомбёжки, страх, слух о том, что война началась. Конечно, это всё было. Комсомол нас предупреждал. Слышали ли вы речь Молотова 22 июня 1941 года? Нет. В деревне у нас не было радио, не было газет. Было глушь. Ничего не слышали. Слышали, кто что скажет. А так сами мы ничего не слышали в деревне. А расскажите о том, как и когда вы были призваны в действующую армию. Была комсомолом, я призвана в действующую армию в 1943 году. Была призвана. А в каких сражениях вам пришлось принимать участие? В сражениях мне не приходилось участвовать, а при взятии Берлина я участвовала. Так наша часть находилась при фронтовой полосе. Мы предохраняли войско от бомбёжек. Мы прожектористы. Прохраняли всё время. Как же мне справиться, чтобы не плакать. Всё хорошо, это ничего страшного. А какая минута, день события были самыми трудными, тяжёлыми и опасными? А всё время было и трудное, и опасное. И нападение на нас было. Особенно в Польше, когда находились. Всю ночь перестрелка у нас. И спасла наш полк. Обрезаны были телефоны. Послали солдата. Он добрался до полка. Полк приехал к утру, и нас освободили. А вообще всё было страшно. Как бомбёжка, так идёшь, линия порвата. Идёшь соединять, ищешь порыв линии. И по селу, и по кладбищу, и по лесу, и по воде. Ищешь одну часть провода, держишь, с телефоном идёшь. А другую провода идёшь, когда найдёшь обрыв, ищешь. Или на деревле, где, и не вернёшься до тех пор, покуда ты не соединишь. А какое событие запомнилось как радостное? Вообще были такие события? События мне запомнились радостные, когда брали Берлин. Когда мы стали, прожитора наши стали, поехали мы на фронт, на передовую, и стали при взятии Берлина светить по земле. Вот тут немцы закричали, мы горим. Оказывается, а потом, когда поняли, что не горят, а это прожитора, тогда начали кричать, Сталин применил тысячу прожитторов, а у нас всего было 200 прожитторов. Вот тут-то было радостно. А вы можете рассказать о подвиге, которым были свидетели? Ну, подвиг, вся рота наша подвиг, вся рота участвовала. Вся наша рота, первая наша рота, женитно-прожекторные части. Все мы свидетели. Одну девушку погибло у нас, мы там прямо её и похоронили, вот, отойдя от передовой. Вот, вся наша подружка одна погибла. Вот, а мы вернулись. Вот так. Какие вы имеете награды? За какие заслуги? Вот, как же, вот теперь надо мне знать. Ну, как я помню? Ну, какие помните? Награда Жукова, награда, вот, Орден Отечественной войны, так, награда за победу над Германией, ну, и все, конечно, эти самые, как, юбилейные. Все, юбилейные. А, награда за взятие Берлина, награда. Вот тут-то и висят все они у меня. А вы можете рассказать о своих командирах? Кто из них больше запомнился? Запомнился мне командир. Все командиры запомнились, а фамилию их не забыла. Ну, а как они, что они себе представляли? Это командир роты, пожилой человек, ну, лет на 45, так. Командир отделения был, вот. Потом, это, по хозяйственной части командир. Вот, подружки все. Простите меня, все забыла. Назвай фамилию, название, все забыла. Ничего не могу сказать. Забыла я всех подружек своих забыла. Всех подружек. И письма писали, и все. А теперь я все забыла. Не могу я вспомнить. Не расстраивайся. Вот, да, помню, как в Польше это нападение нам было. Помню, как соединяла я и ходила, и днем, как ходила, при бомбежке. Идешь, ищешь по городу, по Рим. Так, летишь, где нога валяется, где рука, бомбежки от людей крови. А ты не смотришь ни на что. Идешь, свое дело выполняешь. Ни страху, ничего. Думаешь только о победе. Думаешь только о том, чтобы выполнить то, что тебе приказали. Нехорошо я делаю, плачу. Нет, ничего страшного. Это ваши эмоции. Да, я как к войну смотрю, так плачу. Погибли мне два брата на фронте, молодыми. Один женатый и мальчик остался маленький. А другой парнем погиб. Так что вот такое дело. Отца избили мы его. Когда немцы отступали, зажигали дома. А он шел и украдкой от этих самых откарателей прятался и тушил дома, чтобы людям, где было бы, пожить. А его сзади, что слышали немцы, сзади увидели его, избили его, отбили почки. И вот как только наши пришли, он умер. Он не выдержал. Врачей не было, полечить некому. Да тут отбили почки, где же он вылечиться делал, чтобы выдержать. Вот такой он мой отец был. Колхоз поднимался. Первый в колхозе был работник. Все сильный, здоровый. Он был очень хороший человек. Им дорожили в колхозе. А вот в Бога вы верили? Я особо в Бога не верила тогда, когда молода была. А когда пошла на фронт, тут я стала верить. Чтобы просила я Господа Бога. Когда погибли мне мои два брата, я просила Господа Бога, чтобы он меня, я была самая младшая, чтобы меня Господь оставил, чтобы я мать дохормила. А как вы относились к немецким солдатам? Резала б я их. Никого я ни в жизни мухи не обидела. А резала б я их, наповал бы всех, если б сила была доволимая. Вот как я их к небу обращался. Вот как я их уважала. Вот так-то я их уважала. Я их ненавидела. Они выгнали мою семью на улицу. Семья была шесть человек. Выгнали на улицу. Нам негде было жить. Вот как я к солдатам отношусь. Нам шесть человек на улицу. Из дома, из нашего. Сами поселились в нем. Так. Нам бы пришлось жить. В оккупации пришлось жить. В бомбаре. Строили там, в холодном бомбаре. Сделали печечку там. И шесть человек в маленьком каютуточке такой. Вот. Печечку сделали. И жили. Отапливаться. Отапливаться там нечем было. Вот. Ходил отец. Колол пенушки. И протапливались. Кое-как. Жили. И есть нечего было. Все. Все немцы подобрали. Все отобрали. Мы остались все. Что в чем. Что нас было. То и все. Вот так там. Уважение какое. Вот и как уважать таких людей. Как уважать. А не бесчеловечный. А в какое время года было труднее воевать? Труднее воевать было первое время. В 43-м году. Когда я пошла на фронт. Одеться не уж то было. Обуться не уж то. Мне дали валенки. Была зима. Мне дали валенки не моего размера. Размер на 43-й. Так и дырки были в валенках. Запхнуты соломой. И мне так вот. Вот я. Даже офицер. Командир роты. А там заставляли строевым ходить. И я от всей души шла строевым. А командир роты не выдержал. Даже улыбнулся. Не смыла. Ну. Как девица. Молодая. В таких валенках. И шагает от души. Вот. А была ли у вас любовь на войне? На войне? Была любовь. Только на расстоянии. Я была знакома с Широковым Иваном Палычем. Который встретила в 10-м классе. Когда кончала в 41-м году. И мы все время знались, покуда наша территория не заняла немцев. А после немца, после освобождения нашей территории, он меня нашел. Писал на родину и нашел. А я была в это время в армии уже на фронте. И мои родители послали ему мой адрес военный. И мы переписывались с ним всю войну. А после армии мы... Я сначала вернулась, так, а вон позже. Он был на двух фронтах. На японском и ерманском. И задержался в 46-м году. Он только демобилизовался с японского фронта. И вернулся он. И нашел меня. Приехал ко мне. И мы поженились. И мы построили домик вот этот вот с ним. Прожили с ним 50 лет. И вырастили мы пятерых детей. Честных тружеников. Четыре мальчика и одну девочку. Нам было хорошо. Мы любили друг друга. Так любили, что ни он, ни я в сторону не отвлекались. Только друг о друге думали. Записывайте, да? Хорошо. А вы были ранены? Я была ушиблена. При переезде прожекторов. Ночью в дождь шлякоть. Свет нельзя было включать. Бомбежка. И я сзади прожектора стояла. Там девочки по бокам. Кто впереди? А я сзади оказалась. И колдобина. Машина как? Тряхнула машина. Меня подбросила. И ударилась я прям поясницей. Здорово. И с тех пор у меня... С тех пор я всю жизнь нагинаться боюсь. Больно. Работать нагинаться очень трудно. Вот как картошку копала, кучела тяпочкой. Пять минут по куче, опять плохо, опять плохо. Вот я так от боли закричалась, что весь эшелон, машина остановилась. Такой крик был у меня. А тишина же, мы ехали тихо и без света. И все услышали. Весь эшелон остановился. И меня взяли тогда и в кабину. А когда на место приехали, я в госпиталь не попала, а попала в санчасть свою. И там полежала, там врач хороший была. Полежала, подлечилась и снова пошла. А так у меня так и остался тут позвоночник сдвинутый от удара. Вот это вот. А ранена не была, а ударена. Вот это вот. Инвалидность у меня так и осталась. Вот это вот. А вы были в плену или в оккупации? В оккупации была. Была в оккупации. Я же им рассказывала, что мою семью, что комсомолка выгнали из дома. Шесть человек на улице были. Вот. Я даже и комсомол меня даже, комсомол оставлял по поручению. Я выполняла поручения. Вот. То есть, как, что дадут, какое поручение, такое выполняла. И раз и как подпольщица. Так. Мне это очень строго, секретно. И даже до сих пор я даже мужу не рассказывала, что я была подпольщицей. Потому что очень секретно. И потому что подпольщику, подпольщику, может быть, враг моим детям будет мстить. От этого я никому не рассказывала. Вот. По заданию только выполняла то, что приказывала. Например, когда ловили молодежь в Германию, я вела разговор с молодежью. Не верьте им, что они обещают вам хорошо там в Германии. Не верьте ничему. В обеда будет. В общем, такое то, что мне задали делать, то я и выполняла. Чтобы убегали вы, чтобы они убегали, чтобы не попадали на поезд, чтобы не ехали в Германию. Вот такой работой я занималась. В общем, такой работой, которую мне задавали. Задание. Какое задание задавали, такое я и выполняла. А когда наши пришли, комсомол призвал в армию. Вы должны заменить мужчин, потому что они на передовой. А вы должны то, что сможете сделать, как женщины. Я пошла на фронт. Добровольно. А где и как вы встретили День Победы? День Победы я встретила на фронте. Ну, в своей роте. Вот. В своей роте встретили мы День Победы. Нам обниматься стали с девочками. Кто плачет, кто смеется, кто что. От радости. Что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Нашей молодежи я желаю идти в ногу с Родиной. Своей страной. Чтобы, если призываете Родину, молодежь защищать Родину. Чтобы они всегда защищали. Что им задают, чтобы выполняли. Чтобы враг не топтал нашу страну. Чтобы не топтал нашу землю. Чтобы жил тот человек, где жил тот и выполнял все. И защищал свое гнездышко. Защищал своих будущих детей и внуков. Чтобы им было свободно жить. Вот что я желаю. Чтобы как мы, комсомольцы, выполняли все во время войны. Так и я желаю всем, всей молодежи, чтобы они были сплоченные. Чтобы они выполняли все, не боялись трудностей. Жизнь это такая вещь. Вот что. Так что нельзя отклоняться от Родины. Только с Родиной. И никуда не уезжать. Только в своей Родине жить. Вот. Никакие страны. Береги свою Русь. Спасибо вам огромное, Любовь Михайловна. Федоровна. Любовь Федоровна. Спасибо вам огромное.